Кибернадежды беларусов, план перехват для конституционного переворота, приближение победы над коронавирусом и новая волна поддержки для репрессированных режимов. Что хорошего в Беларуси? Выясним прямо сейчас. Новый год, новые вызовы. С них, увы, и начался 2021. О свежей конституции разговор шел последние пару месяцев. Вот только как все произойдет было не совсем понятно. Итогом очередного голосования на том же референдуме при нынешней нелегитимной власти мало кто поверит, а диалога с оппозицией так и не состоялась. И вот на горизонте замаячило Всебелорусское народное собрание. Уже в следующем месяце одна из главных форм народовластия в стране, ну так это все называют сами организаторы, соберет якобы представителей граждан Беларуси для… А кстати, для чего? Глава народного антикризисного управления Павел Латушка первым забил тревогу и считает, что в стране возможен скорый конституционный переворот. На наш взгляд, что это мероприятие, которое планируется провести в Беларуси, действительно имеет определенную угрозу. Угрозу, связанную с возможным конституционным переворотом Республики Беларусь. Всебелорусское народное собрание проводится не в соответствии с Конституцией Республики Беларусь, во-первых, во-вторых, с нарушением закона о республиканских и массовых собраниях. Фактически нарушена процедура избрания делегатов на это собрание. Избираются депутатами в качестве делегатов сами же депутаты, госчиновниками сами же госчиновники. Если мы говорим про общественные организации, то это, как правило, общественные организации, не как правило, а практически все провластного характера, которые зависят от государственной поддержки. То есть фактически будет проведено мероприятие госчиновников, госслужащих или приближенных к государственной системе людей, для самих же госчиновников. То есть никакого реального диалога с народом не будет иметь места. нарушены даже те принципы, которые ранее существовали в системе Лукашенко по проведению данных мероприятий. Также мы видим непоследовательность со стороны Лукашенко в его заявлениях относительно тематики повестки дня, которая будет предложена на рассмотрение так называемому Всебелорусскому народному собранию. С одной стороны, первично заявлялось о возможных выработке подходов по изменению Конституции Республики Беларусь. Говорилось также о возможности придания этому собранию статуса конституционного органа. В последующем Лукашенко заявил о том, что никакие изменения в Конституцию здесь рассматриваться не будут. Но вместе с тем мы слышим риторику государственных средств массовой информации, так называемых провластных политологов, которые продолжают говорить о необходимости диалога и необходимости внесения изменений в Конституцию. Все это создает потенциальную угрозу конституционного переворота в нашей стране. Вы знаете, мы не удивимся, если завтра декретом президента Республики Беларусь будет принята новая Конституция Республики Беларусь. В сегодняшней ситуации в Беларуси, когда у нас абсолютный правовой дефолт, начавшийся, ну просто системно это, конечно, проблема начала зарождаться ранее, но проявившийся особенно в августе месяце, Лукашенко может сделать любое решение, любой шаг. Это будет нарушением Конституции. Он первый гарант Конституции и первый, кто ее массово, системно нарушает. Так что в этом хорошего, логично спросите вы. Его мало, но есть. В ответ на потенциальную угрозу объединенная оппозиция в скором времени представит свой план, которого, кстати, уже не первый месяц ждут белорусы. Мы, конечно, должны предлагать обществу свои инструменты и механизмы. Скорее всего, это будет интернет-платформа, которая представит возможность именно гражданскому обществу, белорусам, независимо от того, являются ли они государственными чиновниками или простыми рабочими, служащими, деятелями культуры, спорта и так далее, принять участие в процессе именно демократического, народного волеизъявления. Сегодня общество ждет от демократических сил очень четкого плана действий на ближайшие месяцы. И Народное антикризисное управление предложило в декабре месяце и штабу Светланы Тихановской, и Координационному совету провести соответствующую встречу в ближайшее время. И мы готовимся к этой встрече. Все три политических центра, которые объединены вместе в своих целях, и мы знаем эти цели, они всем известны нашему белорусскому обществу, для того, чтобы представить четкий алгоритм действий на ближайших несколько месяцев. Мы не говорим про год, мы говорим именно про несколько месяцев. Так что ждать осталось недолго, и это не может не радовать. А что же делать сейчас? О кибернадеждах белорусов далее. Редко, но метко продолжает радовать желающих перемен белорусское киберсопротивление. Цифровые партизаны то государственные сайты ломают, то силовиков разоблачают, то блокируют страницы медийных ябатик. Но не мелковато ли это для глобальной хакерской подрывной деятельности против режима? Все только начинается, уверен инженер кибербезопасности Костусь Мыслицкий. И слитая недавно очередная база данных силовиков, это далеко не все. Очень быстро киберпартизаны прогрессируют, это видно. Если изначально атаки подверглись какие-то и потом увидели атаку, которая была на белорусское телевидение, когда они пустили в эфир кадры с разгонов и задержаний, то в принципе это уже немножко выше по уровню, конечно, техническому, чем атака на сайт. В принципе, потом вот сейчас недавно можно было увидеть атаку на ДИН, когда они залили на компьютеры локально видео с видеообращением новогодним. Гарантировать, что нету таких групп, которые, допустим, сейчас не контролирует компьютер президент Александр Григорьевич Лукашенко, фактов нет. Тем более, что я говорю, что это редко, когда продвинутые группы будут открыто заявлять о том, что они что-то там сломали. Они, как правило, пытаются сохранить свое присутствие значительно долго в системе. И самим же показывать, что они там присутствуют, это контрпродуктивно для них. Прогресс, который виден, он заставляет задуматься и понять, что через год или через полтора года, если режим еще будет цел, то у него появятся серьезные угрозы. Допустим, к примеру, вирус Ванакрай, удар по экономике нанес в 1 миллиард долларов. Вирус Петя, который атаковал в свое время Украину, поставил, очень сильно прогрессовал целые сектора экономики, хоть и на короткий момент времени. А это единичные атаки. Серия таких атак может очень сильно повлиять. Вообще, на сегодняшний день многие страны уже отлично понимают, что вот такие вот хакерские группы, это, в принципе, способны решать задачи такие же, которые раньше решали вооруженные силы и диверсионные группы. Но ведь специалисты должны быть и с другой стороны. Неужели режим, печально прослабившийся своими силовыми методами, в киберпространстве совсем уж беззащитен? Проблема заключается в том, что да, можно модифицировать сейчас систему и увеличить уровень ее кибербезопасности, но это очень проблематично, если система изначально не создавалась для, вот, с таким подходом, чтобы она была устойчива против АПТ группы. Это очень проблематично и для кибербезопасности именно инженеров кибербезопасности, архитекторов. Такие процессы, взять организацию, которая раньше не думала об этом и теперь заинтересовалась, да, это занимают процессы год, иногда даже два. И требуются высококлассные специалисты. Высококлассных специалистов сейчас вряд ли они туда пойдут, потому что, ну, если человек с мозгами, то он теоретически понимает, что происходит в стране, да, и на него вот эти все рассказы про фашизм и бело-красно-белый флаг и там про сатанистов, что это все злодеи, которые хотят уничтожить планету и Беларусь, на него это не подействует. Если же человек верит всякую чушь про войну с мистическим тайным правительством, избранность там святую Лукашенко и вообще там, не знаю, про план Далласа, то это как бы говорит о его интеллектуальных способностях и это профнепригодность для работы в этой среде. Взять людей, которые, в принципе, что-то соображают, но при этом просто предложить им такие деньги, что им будет плевать, кого защищать Лукашенко, дьявола или Адольфа Гитлера, реинкарнацию, но они сами ненадежны, потому что им всегда могут предложить больше, они не должны этим заниматься. Предложить россиянам, чтобы они взяли под контроль инфраструктуру. Если тут многие эксперты говорят, что пустить военных российских на территорию Республики Беларусь, это выстрел в ногу, то передать им управление кибербезопасностью инфраструктуры Беларуси, это выстрел в ногу из гранатомета. Вот только цифровой Росгвардии нам тут еще не хватало. Будем верить в благоразумие режима, ну хотя бы в этом. И ждать свежих новостей от киберпартизан. А возвращаясь в мир реальный, продолжим не менее горячей темой. Приближением победы над коронавирусом. Еще с начала прошлого года главной надеждой мира после свалившейся пандемии коронавируса, карантинов, локдаунов и более полутора миллионов смертей была вакцина. И вот наконец свершилась. Она не только появилась, но уже активно применяется, в том числе и в Беларуси. В декабре в стране стартовал первый этап вакцинации от коронавируса. Он охватит в первую очередь медработников, а за ними надежду на иммунитет получат и другие белорусы. Но стоит ли так рассчитывать на российский спутник ВИИ или победа над короной все же не за горами? Узнаем у эксперта, доцента кафедры инфекционных болезней Никиты Соловья. Сложно, наверное, говорить про повальную вакцинацию. На сегодняшний день есть предложение вакцинации для определенных групп населения и в группе приоритета будут, конечно, в первую очередь медицинские работники. Насколько эффективна такая стратегия, никто сказать на сегодняшний день не может, потому что есть только первичные данные по эффективности вакцины в плане выработки определенных антител. А вот оценить их длительность иммунитета мы сможем только, когда пройдет определенное количество времени после выполнения вакцинации. То есть в любых странах мира на это уйдет где-то около года. Вполне возможно, что и другие группы населения будут также вакцинировать, но здесь, наверное, есть определенные вопросы к самой вакцине. Если мы посмотрим инструкцию по применению, то там сказано, что вакцина показана пациентам в возрасте до 60 лет, с 18 и до 60. А проблема в том, что группа риска по тяжелому осложненному течению коронавирусной инфекции – это как раз пациенты старше 55-60 лет в первую очередь. Кроме того, в инструкции по применению к вакцине есть такая фраза, что эта фраза как бы не в противопоказаниях, а в особых указаниях, что препарат следует применять с осторожностью при хронических заболеваниях. И даже дальше идет большой перечень. В общем, хорошо, что вакцинируют. Жаль, что не всех. Но может, есть надежда на коллективный, скажем, иммунитет? Уверена, у каждого из вас найдется не один знакомый, переболевший ковидом, а то и несколько. Ну, говорили же, что большинство перековидит, и дело сделано. Болезнь станет чуть ли не такой же привычной и безопасной, как насморк. Или все совсем не так? К сожалению, на коллективный иммунитет надеялась и Всемирная организация здравоохранения, но впоследствии стало понятным, что эти надежды были преждевременными, поскольку есть повторные случаи инфицирования. И было показано, что чем легче болеют люди, если они, например, болеют либо вовсе без симптомов, либо с очень легкими симптомами в виде обычной простуды, не пневмонии, то они хуже нарабатывают иммунный ответ. То есть похоже, что вот эта категория легко болеющих или без симптомов, на болеющих они будут сохранять предрасположенность к повторным и повторным случаям инфицирования коронавирусом. Поэтому надеяться, что вся популяция переболеет тяжелой формой или формой, при которой выработается устойчивый иммунитет, ну, это, наверное, такое невозможно просто. Чисто из-за особенностей этой инфекции. Мы знаем, что 80% людей, которые инфицированы, они болеют в легкой все же форме. И вот у них этот иммунный ответ, он полноценный может не быть. Сложно сказать, по крайней мере, будет ли еще третья волна, но сейчас наметилась в ряде регионов некоторая стабилизация ситуации. Еще рано говорить о ее разрешении, но, по крайней мере, вот этот экспоненциальный рост, он действительно в некоторых регионах прекратился. И дальше нам надо просто выиграть время. То есть чем больше мы за вот это время стабилизации и разрешения второй волны сможем вакцинировать людей, причем желательно, чтобы это были в первую очередь люди, которые уязвимы к тяжелым, осложненным формам коронавирусной инфекции, тем лучше будет ситуация в дальнейшем. Если у нас часть населения переболела и часть мы сможем вакцинировать все вместе, они вот создадут ту иммунную простойку, которая вполне возможно позволит перевести вирусы из пандемического варианта в обычный СИЗО. Что ж, главное, процесс пошел. А это уже хорошо. Ну и учитывая, что страны-соседки применяют для борьбы с вирусом и вакцинацию и другие не совсем популярные в Беларуси методы, будем верить, что скоро коронавирус уйдет в историю. Мы же напоследок поговорим о добре, дружбе и солидарности. Что за минувшие месяцы не затихает в Беларуси, так это волна народной солидарности. Одни из главных ее адресатов в последнее время политзаключенная. Рекордное число осужденных по политическим мотивам, увы, не уменьшается и не оставляет равнодушными не только правозащитников, но и простых беларусов. Репрессированным пишут письма, отправляют открытки и устраивают в их честь флешмобы. А недавно стартовала и новая кампания с необычным названием «Политзаключенный. Мой друг». Больше о ней расскажет представительница проекта Инна Коваленок. Огласки теме политзаключенных мало не бывает. Это сто процентов. Мы решили просто предложить немножко как бы с другого ракурса посмотреть на проблему или на способы огласки. Проект представляет из себя сайт и сопровождающий его соцсети. И вот как раз на сайте можно подружиться с политзаключенными и делать для них какие-то очень простые задания, тем самым уже реально помогать. Потому что все это работает на огласку нашу главную цель и инструмент борьбы в этом вопросе. Если мы будем продолжать об этом говорить, у них не будет ощущения, что так можно делать. Потому что так делать нельзя. Как только мы перестанем говорить и мы примем это как норму, вот тогда могут начаться проблемы. Среди активностей, которые предлагает платформа, например, носить черное, чтобы визуализировать свое требование освобождения репрессированных. Или, к примеру, можно присоединиться к флешмобу. Чифирь спалит заключенным. Идея его в том, что вы пьете чай, кофе, неважно что, фоткаетесь и выкладываете это себе в сторис с пометкой в честь какого-то конкретного заключенного или заключенной или всех. Сразу это не принципиально. Но главное, что вы как бы даете такой знак, рассказываете об этом. Это самое важное. То есть сторис мы делаем каждый день. Чай, кофе мы пьем каждый день. Поэтому это очень простой способ участия. Для этого не нужно быть, не знаю, знать какие-то великие тайны или работать в правозащитной организации. Нет, это очень простое действие, которое реально работает. Потому что все ваши, не знаю, допустим, 184 подписчика, они все увидят это. И кто-то из них, возможно, не знал. Или захочет кому-то рассказать, захочет поделиться. Или скажет, о боже, я же знаю этого человека сам, и я там хочу помочь семье. То есть вот такими вот партизанскими методами это и работает. Пишите письма, присоединяйтесь и пусть каждый, кто был незаконно осужден, почувствует нашу поддержку. Все ссылки вы найдете в описании к этому ролику. Там же есть и адрес нашего новенького сайта, где можно смотреть наши видео, читать новости и интересные статьи. И это еще одна хорошая новость напоследок. Уже заходили? Переписывайтесь с кем-то из заключенных? Верите в киберпартизан и скорые перемены на всех фронтах? Напишите об этом в комментариях. А для поддержки Маланка Медиа не забудьте подписаться и поставить лайк. Вместе верым можем пероможем. Насыщенных выходных!